Вы смотрите MarketWatch это краткий обзор главных событий мира финансов. Возможно главным событием текущей недели могли стать так называемые минутки Федрезерва. Речь о протоколах заседания ФРС, которые позволяют лучше узнать о настроениях голосующих членов комитета по открытым рынкам американского регулятора. Но в этот раз сюрпризов не было, ведь большинство членов комитета согласны с необходимостью дальнейших наблюдений за инфляцией, которая продолжает снижаться. По сути, инвесторы получили подтверждение того, что Федрезерв завершил текущий цикл повышения ключевой процентной ставки. При этом профильные эксперты прогнозируют первое снижение ставки лишь к концу 2024 года. Теперь инвесторы будут внимательно следить за готовностью американского регулятора снизить ставку в первых двух кварталах следующего года. Смещаясь на рынок драгметаллов, обращу внимание на неожиданно сильный рост цен на золото. Тем не менее, котировкам не удалось зафиксироваться над психологической отметкой в 2000 долларов. Это явно плохой сигнал для покупателей, но все еще не следует исключать бычий сценарий. Он будет реализован при условии дальнейшего поступления слабых макроэкономических показателей из США, указывающих на замедление экономики. Ведь в этом случае будет увеличиваться вероятность снижения ключевой процентной ставки в первой половине следующего года. Обратите внимание на отсутствие какой-либо реакции нефти на протоколы Федрезерва, ведь все внимание инвесторов сосредоточено на решении ОПЕК по изменению квот на добычу нефти. Напомню, что инвесторы опасаются дальнейшего увеличения ограничений на добычу нефти. Это эффективный инструмент влияния на стоимость, способный оказать заметную поддержку котировкам черного золота. Поэтому важно внимательно следить за всеми комментариями представителей ОПЕК и в частности, Саудовской Аравии. А в завершении поговорим о рынке криптовалют. Тут значительных изменений не произошло, ведь инвесторы продолжают ждать решения комиссии по ценным бумагам и биржам США, по целому ряду заявок на создание Bitcoin ETF. Можно лишь отметить удивительную стойкость инвесторов, которые продолжают покупать криптовалюту в надежде на положительный результат. При этом важно понимать, что одобрение заявок может произойти лишь в конце 2024 года, после президентских выборов в США. И тем не менее Bitcoin торгуется выше 36 тысяч, указывая на явный оптимизм инвесторов. Но так как нет однонаправленного движения цены, уже сейчас можно говорить о явной неопределенности, которая также может завершиться распродажами. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.